Всем привет, сегодня у нас гайд на Джакса, сегодня мы рассмотрим его умения, руны, его самонерки, что это за чемпион, как на нем играть, для чего он нужен, его контрпик, его слабые и сильные стороны. Итак, начнем с рун. Чаще всего на него берут смертельный темп, потому что эта руна позволяет ему убивать большинство топ лайнеров в соло. Эта руна помогает при затяжных трейдах, а Джакса как раз таки герой, которому выгодны затяжные трейды, из-за его умений, из-за того, что у него есть Е, который доджит все автоатаки противника, из-за его ульты, которая наносит урон и вы получаете за нее дефы. За счет того, что он отменяет автоатаку, то есть когда вы нажимаете тычку и сразу же W, вы отменяете анимацию автоатаки и соответственно вы сразу же даете по факту две автоатаки вместо одной. Ну и Q, который помогает доджить скиллы или сближаться с оппонентом. В этой мете чаще всего берут темп и конкурор, то есть завоеватель можно в принципе брать, но не настолько сильная руна такая, как Леттлтемп. Грасп нужен чаще всего для того, чтобы играть против каких-нибудь сложных матчапов, против которых настакать смертельный темп вы не можете. Грасп это охватка нежити. Вот. Чаще всего это берут против Тима, Грагоса, Джейса, Мальфита, против чемпионов, против которых трейдиться вы не можете и убить которых вы тоже не можете. Итак, начнем с самой главной руны, это Леттлтемп, Триумф, Легенда Рвения и Последний Рубеж. Это основная сборка по рунам и во второй ветке мы берем Second Wind и дефы. Если мы стоим в контроле, на нас накладываются дополнительные дефы. Если мы стоим против какого-нибудь ранжевого героя по типу Вейн, Квин, Кэннон, Тима, обязательно берите Second Wind. Если вы играете против какого-нибудь милишника по типу Йоны, Ривен и Релли, обязательно берите костяные пластины, потому что в начале игры они очень сильно вам помогут. В дополнительных статах снизу я бы предпочел брать, наверное, сразу 65 хп, чем брать хп, которое скейлится в лейт, потому что в начале игры, если выбирать между 10 и 65 хп, я бы выбрал 65, потому что в начале как раз-таки очень важно каждая автоатака, особенно в сложных матчапах. Вторая сборка это Грасп, ничего такого. Грасп, дыма лишь чтобы пушить, Second Wind или пластины, опять же, в зависимости от того, куда вы стоите, и руны, которые дают вам дефы. Во второй ветке можно поставить либо печеньки и ускорение ваших самонерок, заклинаний, либо же печеньки и тапочки для того, чтобы запустить вашу экономику и не тратить лишние 300 золота на тапки. Но не во все матчапы можно брать эту руну, потому что иногда вам просто необходимо зарушить таби, потому что вы не можете ставить лайн. Ну и, собственно, конкурор, ничего необычного. Точно такие же руны, как и на литл темпе, только меняется темп на конкурор. В целом, можно брать такие же матчапы, как и литл темп, то есть в ривен, в рейли, где нужны затяжные трейды, но мне кажется, что все-таки темп в этой мете выглядит поярче, и у вас больше возможности убить вражеского топера 1-1. Из заклинаний на него чаще всего берут телепорт и флэш, но вместо телепорта, конечно же, вы можете взять игнайт и пытаться убить в соло на ранних овлах, особенно на третьем уровне. Джакс один из самых сильных чемпионов. Но если вы возьмете игнайт на Джакса и проиграете линию, в лейте вам будет очень сложно, потому что Джаксу нужен телепорт для того, чтобы сплитить. Особенно если вы выиграли лайн без игнайта, вы можете спокойно давить топ, иметь телепорт и всегда дать телепорт к своей команде для того, чтобы помочь ей. Так, стартовый дакуп чаще всего это клинок, дарана и потка. В сложных матчапах против ранжевиков, Акшан, Квейн, Вейн, Тима, Кэннон и так далее мы берем шелдорана. Вот. Зачастую я клинок дарана беру для того, чтобы алоить, левел 1, левел 2, левел 3, большинство топеров, таких как Ирелия, таких как, может быть, Волибир, Дариус, Кейл и так далее. У Джаксу относительно много неприятных матчапов, относительно много чемпионов и его выигрывают на линии. Но если вы очень хорошо знаете своего чемпиона, знаете ремиты, знаете, когда он затрейдится, когда у вас паверспайк, когда у противника кд кнопки, вы можете зачастую убивать почти любого героя. Играя за Джакса на топе, я бы предпочел банить либо Грагаса, либо Джейса. Тот же, конечно, неприятен Тима, Мальфит, Квин. Это такие неприятные чемпионы, против которых ты практически никогда не можешь иметь соло-киллы и разгоняться на топе. На экране вы можете увидеть скриншот самых сильных контрпиков Джакса на топе. Это винрейт конкретно по играм, это винрейт не на линии. Иногда на линии винрейт может составлять 30 на 70 в пользу какого-то чемпиона, зависит от Элла, конечно, и от определенной катки, но зачастую вот так вот. Итак, на в сезоне у Джакса всего лишь один играбельный билд, и его всячески можно изменять, делая его более живучим, подстраиваясь под какую-то конкретную ситуацию. Можно докупать армор, резист, можно менять тапочки и так далее. Итак, разберем основной билд. Первым предметом мы покупаем Trinity Force, вторым предметом Расколотное Небо, третьим Гидру, четвертым Стерак, пятым Сёдзин. Ну и, естественно, там где-то до первого слота, после первого слота можно купить тапочки на КДР. Суть данного билда заключается в том, что у вас очень много урона, у вас очень много КДРа, вы вполне живучий, вы полутанк, полубрузер, у вас очень быстро в файте откатывается Ешка, и вы можете ваншотать вражеских магов и декерри любого сквиша в вражеской команде. Если вы играете против трех АДшников и больше, вы можете купить себе Frozen Heart. Если вы играете против АПшников, допустим, тот же Cannon, Tima, можете купить себе Vicent, это все вторым предметом. И третьим уже купить Расколотное Небо, Гидру, Стерак, примерно это выглядит так. Опять же, сборок на Джакса очень много, и билдов тоже очень много, тут зависит от ситуации, от вражеских героев. Можно покупать шестым предметом ГА, можно продавать тапки, покупать вместо тапочек тоже КДР и какие-то статы, допустим, АД. Армор, резист, предметов очень много, и которые заходят хорошо на Джакса. Итак, как давать автоатаку без анимации? Предположим, что это враг, вы начинаете трейд, вы даете тычку и сразу же W. После того, как вы собрали Гидру, вы можете обузить эту автоатаку два раза. Это выглядит следующим образом. Тычка, W и Гидра. Вы максимально быстро стакаете пассивку, темп, и в лейтгейме вы буквально ваншотаете вражеского какого-нибудь сквиша. Второй не менее важный совет, вам нужно всегда на Джакса покупать пингварды. Если вы не любите покупать пингварды, это придется делать, как минимум, потому что это иногда просто спасает вас. У вас, допустим, нет варда, вы потратили свой вижен, и вы хотите перепрыгнуть через стенку, потому что за вами кто-то гонится, или же опять же догнать оппонента, вы ставите вард и перепрыгиваете на него. Стоит уже 75 долл, при этом может дать вам килл или засейвить вас от смерти. Еще один важный совет, если вы хотите быстро запушить пачку, пока нет оппонента на линии, вы прыгаете в пак и даете крипам как можно сильнее вас раздамажить. Чем больше вас ударили крипы в вашу Е, тем больше урона вы нанесете паку. Максит на Джакса W, потом Е, потом Q. Прокачка выглядит следующим образом. В заключении могу сказать, что Джакс является одним из самых сильных чемпионов в лейтгейме. Это брузер, это танк, это может быть даже адекерри. Герой максимально универсальный, на нем много сложных матчапов, но в целом, если приспособиться и грамотно стоять, не фидить и понимать, когда у вас пауэр спайк, когда вы можете убить вражеского топпера, грамотно реализовывать ваш флеш в тимфайте. Спасибо большое за просмотр, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите на стримы, на отвечи на ютубе. До новых гайдов! Субтитры сделал DimaTorzok